МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он скажет вам, Николай Васильевич. Он скажет вам, когда заходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Педагогический коллектив, учащийся, родительский комитет, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернее же, Верезка, общеобразовательная школа выражает благодарность председателю организации самообороны Севастополь без фашизма Махонину Олегу и всем жителям Севастополя за то, что тяжелое для нас время вы нас не забыли, вы нас позаботились. Спасибо за оказанную вами помощь, потому что, вы знаете, люди, которые делают добро, совершают, говорят, что добро, сделанное вами, вернется к вам с тарицей. Огромное вам спасибо за ваш большой вклад в нашу жизнь. Ну, тут, как говорится, без комментариев, но тем не менее, а что вообще, как родилась идея оказания помощи учреждениям образования Луганской области? Ну, вообще, наша организация оказанием помощи давно занимается, уже на протяжении 8 лет мы детским домам, мы спортсменам помогали в соревнованиях, тяжело больным детям, поэтому, как бы, эта работа приносит духовное наслаждение, вот, ничего в этом сложного нет, вот, как мы с вами разговаривали, вот, буквально недавно перед эфиром, о том, что, в принципе, для помощи не так уж и много надо, каждый по мере возможности может ее указать, вот, проходя мимо детского дома, 1 июня мы были в детском доме, номер один, сейчас он по-другому называется, там, учреждение, там, социальной направленности, мы заехали, опять, как всегда, там, СБФ, как раз, вот, принял участие, Севастополь без фашизма, ночные волки детей покатали на мотоциклах, организованное это все было нашим мастером спорта, который проживает в Москве по боксу, с Евгением Михалюком, он привез классные подарки от спортсменов известных, от Константина Дзю, Александра Поветкина с автографами, то есть, достаточно просто, проходя, купить баночку меда и занести в детский дом, в принципе, много для этого не надо, что касается помощи данной, тоже она была направлена, ко дню молодежи, была направлена в школы Краснодонского района и в детский садик, потому что, ну, к сожалению, гуманитарная помощь, которая поставляется Российской Федерацией, не в полной мере обеспечивает нужды усиления. Ну, зачастую говорят, что она оседает в Донецке, а вот в маленькие городки порой даже и не доходит. Да, это, как бы, к нам обратился человек от первого главы Луганской Народной Республики, Валерия Болотова, мы с ним давно уже поддерживаем взаимоотношения, вот он сейчас находится на территории Российской Федерации, обратились о том, чтобы помочь Краснодону. Как раз вот с Ассоциацией самообороны, Севастополь без фашизма, с Олегом Ахониным, с Валерой Болотовым проговаривали о том, что оказывать именно адресную помощь, когда видишь непосредственно, что она доходит до... До самих людей, до адресатов. Да, потому что, к сожалению, бывают плохие случаи в детском учреждении, там 10 килограмм масла было, а что жарить на этом масле? То есть бывают и такие случаи. Спасибо всем севастопольцам, хотел бы выразить, потому что, вот как первый командир самообороны представили, я, как никто, знаю о том, когда нашу русскую весну проходила, проходила наша переворот, можно так сказать, возвращение, воссоединение Крыма с Севастополем, помогали, как обычно, простые граждане. Вот пенсионеры приходили, помогали, делали чай, приносили бутерброды. Сейчас тоже оказывают помощь, непосредственно, от которой мы отправили, это простые севастопольцы. А бизнесмены? Бизнесмены тоже отзываются, но, к сожалению, их так ничтожен вклад по сравнению с вкладом простых севастопольцев. Это правда. То есть, казалось бы, у людей больше возможностей, но, тем не менее, меньше желания. Да, и сейчас мы видим тоже, я хотел бы обратиться, может, с экрана телевизора, к тем людям, которые сейчас из Донецка, мы видим очень много номеров, и люди, судя по автомобилям, даже мы видим, что самодостаточные люди, поэтому мы считаем, что если ты не можешь отстоять православие, защитить братьев, то есть мы должны сейчас в законных рамках оказывать гуманитарную помощь, вывозом, например, доставкой занимается наша организация. Мы даже выезжали в те времена в Славянск, когда в Славянске были события, там воевал мой брат, сейчас очень записал много песен на Ютубе, там песни ополченца, если кому интересно послушать, возвращайся, Иван Иванович Стрелков, оказывали в Славянск. Поэтому просто достаточно привести на Дмитрия Ульянова, организация «Севастополь без фашизма», Дмитрия Ульянова 22, это был как раз штаб «Русскую весну» этого подразделения, сейчас собирается гуманитарная помощь. Вот жители района очень активно, мы приезжали, прямо там на первом этаже находится пункт приема помощи. Женщина со второго этажа, вышепроживающаяся, прямо в пакете не спускает, сразу собирает, буквально практически каждый день приобретает какие-то продукты питания. Что самое необходимое, сейчас теплое время года, вещи как-то нормально. Но они на второй план все-таки отошли. Да, на второй план отошли. А питание, вот, крупы, рис, мы отвозили соки, тушенка, сгущенка. Вот, очень радостно видеть тоже на видео, что это все дошло непосредственно до людей, что дети будут хоть какое-то время. Вот как раз, что касается доставки и проезда. Создаются ли зеленые коридоры для гуманитарных грузов? Вы знаете, вот, для такой отправки нужно согласование с МЧС. До этого мы писали от самообороны письма, вот, на границе реагировали. Последний груз мы не успели сделать по МЧС документы, потому что, ну, как бы, хотелось, чтобы оформление этих документов занимало меньшие сроки, потому что в течение трех дней, даже при помощи правительства, мы не смогли оформить документы. Но, опять же, учитывая, что там продукты питания. Да, но груз был отправлен, может быть, часть даже ушла контрабандистам для того, чтобы затащить это. Но тоже до этого доходит. Но надо понимать, что это война. Там идет гражданская война полноценная, и такие, как бы, вещи происходят. Вообще, вот, впечатление тех людей, которые ездят сейчас в Луганск, в Луганск, Донецк, от того состояния городов? В каком они возвращаются? С какими эмоциями? Состояние... Сейчас мы смотрим новости, видим, что ситуация меняется. Начинают украинские войска бомбить территории. Там, опять же, страдает мирное население. Мы можем оказывать только сейчас помощь тем, что можем оказывать. То есть это действительно только гуманитарная помощь. Мы, как регион Севастополь, как никто, как другие регионы, которые тоже у нас проживались, братья, родственники. Мы жили когда-то в одной стране. У нас сердце болит о том, что с людьми происходит, они, в принципе, защищают. Но это уже вопрос международной политики, думаю. И мы оказываем свою просто помощь в рамках. Изначально каким именно учебным заведениям планировалось оказать помощь? Вот нам я принес благодарности. Мне очень радостно даже сейчас читать, что покажу бланк. Давайте. Луганская народная республика. То есть люди признают свое право независимости и будут за него бороться. Это от Краснодонского района, от поселкового совета. Краснодонская общеобразовательная школа, интернат, благодарность первой и второй степени. Школа. Вершнегорская сельская рада, школа, садик. Вершнегорская загальная школа первой и третьей степени. Орженикизовская школа Краснодорского района. Я вот хотел бы с благодарностью небольшой абзацик прочитать. Там как раз цитата Льва Николаевича Толстого. То, что связано с благотворительностью. Человек всегда живет с надеждой, верой в доброту окружающих его людей. И мы ее ощущаем в вашем лице. Приятно осознавать, что вы готовы не только поддержать нас своим вниманием и заботой, но и помочь нам в трудную минуту. Лев Николаевич Толстой говорил, благотворение, только тогда благотворение, когда оно жертва. И вы, как никто другие, понимаете те обстоятельства, в которых мы оказались. Эти слова адресованы всем, наверное, севастопольцам, которые оказывали помощь, благодаря которым она дошла до детей Краснодорского района. Донецк и Луганск, его показывают журналисты. А вот эти небольшие поселки, в каком они состоянии? Как там люди живут сейчас? Вот с гуманитарным, как раз в маленьких поселках, катастрофическая ситуация. Если большие регионы еще как-то доходят, то есть Донецк, Луганск. Почему, опять же, возникает мысль, мы разговаривали об адресной помощи. То есть, например, если города Крыма, города России, которые хотят оказывать помощь, закрепляли, ну, не распылялась бы эта гуманитарная помощь, доходя в центр, и каким образом она распределялась, а брали непосредственно какие-то определенные населенные пункты, вот учреждения, например, школы. Ну, четко, допустим, машина идет туда-то. Ну, в зависимости от организации, мы даже не можем помочь. В этом поселке проживает около 2000 людей. То есть, того груза, которого мы отправили, к сожалению, не хватит. Поэтому мы направили конкретно в школы и детские сада, потому что дети, конечно же, это в первую очередь. А в зависимости от организации, в зависимости от финансирования, в зависимости от возможностей, то есть, брали бы непосредственно города, учреждения и оказывали помощь. Тогда бы мы видели. Плюс та помощь, которая идет через МЧС от Российской Федерации, она бы уже тоже была основным, а мы бы были дополнением в том, чтобы не докатывалась ситуация докатастрофически, вот как, о чем я говорил, одно масло, что жарить на нем не было. Ну да. Несмотря на войну, дети все равно остаются детьми. Даже вот тут при разгрузке груза слышен был смех. Вот насколько все-таки сложно им сейчас сохранить вот те вот детские эмоции, детские впечатления? Ну, нам тоже дети подписывали, передавали там письма. Ну, вы знаете, даже слезы вызывает, когда там пишут. Ну, насколько эти уже дети, наверное, из-за войны стали, становятся взрослыми. Можно сказать, раннее взросление. Раннее взросление, да, осмысление. То есть такие мысли. Дети, которые учатся в первых классах. Чего сегодня не хватает людям, которые занимаются именно гуманитарной помощью, Тонецку и Луганску? Ну, вы знаете... Что необходимо? Наверное, как в любом благом деле, мешают, появляются мошенники. Вот даже та же сбор гуманитарной помощи. У нас там в Севастополе после весны не могут разобраться, куда что девалось. Хотя помогают, опять же, простые люди. Также и в том регионе много случаев о том, что гуманитарный груз разворовывается, продается потом в магазинах, на лавках. Там магазины народные даже назвали, антинародные в Луганской области. Вот, как бы вот такие проблемы. Тут проблемы... Мы считаем, что все-таки... Вот всегда наша организация занималась тоже адресной, непосредственной помощью без денег. То есть, вот больные дети у нас заболевали, обращались. Мы от лейкемии выручили мальчика три года назад, нашего севастопольского. У вас как раз на телевидении выступали. Мы предоставили лекарства и поездку в санаторий. Когда у нас собирали деньги, я был, например, против этого. На Донбасс собирали. Кто это собирает, как собирает. Конечно же, надо это все структуризировать. Россия пытается через МЧС структуризировать это. Когда это превратится в структуру, то, может быть, тогда будет вероятность, что весь груз будет распределяться и доходить до людей. Ну, а сейчас просто необходимо именно помогать тем, что наиболее нужно. Спасибо большое за исчерпывающие ответы. Я напоминаю, вы смотрели программу в контексте эфир же информационного канала «Севастополь», а продолжается. Не переключайтесь на самом деле, а старайтесь помогать тем, кто нуждается в вашей помощи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!